решаем задачу след кода удалить n элемент с конца связанного списка одно связанного так заведем класс нод который содержит value целое и ссылку на следующий элемент так конструктор литер свитера конструктор с параметрами так метод так как само задание есть в названии класса то тут чтобы не было масла масляного этот будет называться просто apply будет делать deletion передаем сюда голову связанного списка задача чем-то похожа на задачу по нахождению циклов связанном списке минимум похож похожий подход то есть будут два указателя быстрый и медленный fast pointer этот указывает на голову значит нам надо пройти в холостую fast pointer n шагов заведем counter то есть пока этот counter counter больше 0 так в начале n так n равен значит пока он больше 0 то делаем fast pointer равно fast pointer next 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 а здесь вот next надо и уменьшаем counter то есть fast pointer пробежит на n шагов вперед после чего уже будем идти двумя указателями fast и slow синхронно так заводим уже slow pointer pointer он указывает на head а fast уже на n позиции вперед сместился и теперь идем пока fast next и ставит равно 0 и синхронно делаем фаст ровно fast next и тут то же самое со slow когда мы дойдем до вот этой точки то в этот момент когда fast next будет указывать на null то slow будет указывать на символ на позицию которую мы должны удалить поэтому slow next должен быть slow next next так 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 пробую написать тест так статический так значит node head build linked list так так здесь мы создали и и и и и так называем apply передаем head так это будет apply например нулевой элемент с конца так здесь хотим проверить так пройдем по порядку с хэда и проверим что оказалось теперь в этом linked-листе get value is так asrj is equal to десятка так нулевой должен туда лица 14 значит здесь get next 11 12 13 и тут должно быть is now так тырк next 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 get get various get next get next get next get various Так, что там в 13-й. А, так, let's next попробую. Ну да, вот так вот надо. Так, да, пошел. И теперь то же самое, но для apply for n. For n 0, for n 2, for n 2. Значит 0, 1, 2, будет 10, 11, 13, 14. Также надо написать тест для apply for, apply when n is negative. И test apply when n is greater, просто n, greater than list size. Так. Так, негатив тут передаем минус 1. Ожидаем, что вылетит птичка. Frost. Так. Так, тут exception может быть. Например, illegal argument exception. Так, здесь runable. And should be greater, should be больше по 0. Да. Так. Так. А здесь? Тут 1, 2, 3, 4, 5. То есть 0, 1, 2, 3, 4. Пятерка уже не подходит. Пятерку передаем. Ожидаем, что опять в его лица assert throws. Так. Так. И regular argument exception. Так. Так. n should be less than list size. Пискаем. Пискаем. То есть эти 2 упадут. Хорошо. Так. Тут добавляем проверку вначале. Если n меньше 0, то тогда illegal argument exception. Test. Так. Тест. Так. Один тест уже проходит. Остался второй. Да. То есть падает здесь. Причем падает у нас он с NPE. Это значит, что раз падает именно здесь. Проверку прямо сюда и добавляем. Если fastPointer равно now, тогда throw new illegal argument exception. И копируем message. Оп. Сюда его. Запускаем. Ок. Так. Форматирование. Еще раз тестаем. Все. Считаем это решением. В целом. Он несколько минут остался. Режиссер. Продолжение следует...